Окей, Кевин, это Кевин. Кевин, ты можешь сейчас на ходу придумать нам заглавную песню для 368? Я не обещаю, что мы её вставим, но всё-таки, что ты думаешь? Давай, вперёд! Приходите в 368, приходите в 368, где Кейси лучше всех, где Кейси лучше всех, приходите в 368. Что скажешь? Он вполне справился, я думаю, он точно подходит. Добро пожаловать к нам! Добро пожаловать в 368. Простите, а можно одну штучку? Конечно. Спасибо. Приятного аппетита. Хочешь пополам, чувак? Чувак, мы только что поели, а это с улицы. Сегодня будет очень интересный выпуск 368. Смотри, как охрененно! Думаешь, она мне пойдёт? Прямо из Нью-Йорка, йоу! Там не написано Нью-Йорк, там написано Аваканда. Оу! И за это вам не снимут монетизацию, давай, пойдём. Да. Итак, я буду возвращаться и всё равно работать на этом месте. Хоть у меня есть 368, у меня есть... Хочешь салат, бро? Не, не, не хочу. Ну, спасибо. Ценю это. Хоть у нас уже есть большое пространство внизу, я пока что буду работать здесь. Потому что там всё ещё сырое и незаконченное. Но посмотрите. Вот это вот здесь. Это... Это 368. 368. Понимаете, когда мы будем делать тут ремонт, нам придётся решать, откуда начать. Шаг за шагом. Вы, ребята, помните Джека, да? Конечно, вы помните Джека. А ещё вы знали, что Джек теперь большой ютубер? Сколько подписчиков, Джек? Эээ, 180 тысяч, спасибо, ребята. Вот где был офис ребят-мебельщиков, они тут курили. Старый, потёртый диван, вот что нам надо. Знаете этих огромных монстров из Тихоокеанского рубежа и в голове этих монстров комната управления? Вот это будет центр управления 368. Он прямо возле туалета. Не лучшее место для совещаний. На месте вот этого проёма, вот здесь, мы построим стену. Окей. Итак, стена, которая закроет всё вот это. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Всё, и это будет стеной. С отдельной дверью вот тут. Умно. А ещё мы заделаем вот эту дверь здесь. Чтобы никаких, аааа, никаких звуков из туалета. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Или запахов. Что важнее, не проникало. И основная крутость этого места заключается в том, что из этого мозга видно абсолютно всё. Вот здесь сейчас я стою над лестницей на самый-самый нижний этаж. Думаешь, я провалюсь? Да, думаю, если пройдёшь дальше. А что по поводу этого места? Мы превратим его в типа такое гнездо. Где сейчас стоит Джек, там будет дверь. Эта дверь будет выходить на эту платформу. И эта платформа, на ней можно сидеть и видеть абсолютно всё помещение. Ты хотел обустроить это сто минуты, как мы въехали в этот офис. Ты такой, я поставлю сюда стол и стул. Как чёрт побери мне слезть? Окей, окей. Это было не очень. Это было совсем не очень, но блин, это будет круто. Что думаешь? Я за, я проникся. Серьёзный разговор с Джеком и Кейси. Каково быть ютубером после всех этих лет? Да, это типа наконец-то. Очень круто, что это наконец-то случилось. Джек сделал своё первое реальное видео на ютуб о том, что он планирует делать. Да. Оно взорвалось? Да, это было неожиданно. Набралось где-то миллион просмотров. Без причины. Но затем ты сделал то, что, мне кажется, большинство ютуберов не делают, когда у них выходит такой хит. И ты сделал видео на следующий день. На следующий день, не на следующий день. Следующее видео после этого попало в тренды. На 20-е место по миру. Ты будешь искать работу, Джек? Я никогда больше не пойду работать. Это мечта или это... Это мечта, чувак, это мечта. Ты знаешь, как на ней ездить? Не совсем. Вот это прямо типичный Нью-Йорк. Ты куда побежал? Я обойду. Итак, ремонт в этом офисе в 368. Я думаю, он начнется в понедельник. Мы нашли подрядчиков, и у нас есть все планы. Им осталось только подготовить материал, и они приступают. Но я думаю, они начнут на следующей неделе. С моим что-то не так, Джек. Кэсси? Привет. Я починил. Привет, Кэсси. Привет. Какой твой официальный отзыв на бустербординг в Нью-Йорке? Опасно. Невероятно опасно. Я удивлен, что ты еще жив, если честно. Эй. Эй. Ты? Привет. Как поживаешь? Все неплохо. Не хочешь конфетку? Да, буду. Не против. Дорогая, мне кажется, ты гораздо больше рада видеть Джека, чем меня. Она же видит тебя каждый день. Я же его давно не видела. Как поживаешь? Эй, рад тебя видеть. Я тоже рада. Вы ребята знакомы? Да, мы друганы. Джек заплатил полную стоимость за свое жерелье, или ты сделала ему скидку? Полную стоимость. Полную? Но если подписаться на рассылку, то можно что-то получить. Ты что, пытаешься рекламировать себя на моем... Переходите по ссылке lovebilly.com.slashjack? Привет, нет. Спасибо вам. Эй, бро, извини. Твои соседи очень. Я знаю, бро. Тут опасно. Я принес тебе яблочных фриттеров из 7-11. О, круто, спасибо. А что это за наряд? Это, леди и джентльмены, добро пожаловать в... Добро пожаловать в квартиру Дэна Мэйса. Вот где живет Дэн Мэйс. Нам пришло много вопросов. Особенно после первого выпуска. Насчет нашего расписания. Как мы монтируем и как мы работаем вместе. Итак, это происходит как-то так. Когда я снимал влог, я снимал целый день, монтировал всю ночь, выкладывал утром. Это работало. Но с 368 я снимаю целый день. Я монтирую всю ночь. И на следующее утро, вместо того, чтобы выкладывать, я даю Дэну. И эти наброски, они не полные, там только история. Так что в этот момент повествование уже готово. Но все остальное, как... Все остальное, вроде цветокоррекции или работы со звуком. Все это занимает так много времени. И только на следующий день мы выкладываем. Получается в понедельник. Если мы снимаем в понедельник, то видео выходит только в среду, вместо вторника. И мы отстаем на два дня. Но все это в теории. И пока мы сделали только два видео. Это очень сложно. Это просто кошмар. Типа кажется, что все просто. И из-за дополнительного времени, да, мы не спали уже 4 дня. Да. Переезжай в Нью-Йорк, говорил Кейси. Будет весело, он говорил. Это единственный выход, чтобы поддерживать качество такого уровня. Ежедневно. Ладно, давай посмотрим, где мы. Это просто, типа, небольшой эпилог. Но Дэн завершил монтаж в 4 утра. Видео должно было выйти в 8 утра. Он прислал в 4. Я не посмотрел ничего до 5, потому что не проснулся. А потом я не закончил перемонтаж его, перемонтажа, моего оригинального монтажа до 8.15. В любом случае, получается такая тяга Мотина. Вот это разделение монтажа между Дэном и Кейси. Но это невозможно поддерживать. Так что мы должны придумать более... Ладно, увидимся завтра в 3.6.8 Увидимся завтра В завтрашнем выпуске 3.6.8 Чувак, вообще это такой фигней мы занимаемся в Южной Африке. Я думал, нарушать закон мы пока что не будем. Спасибо за просмотр. Делитесь этим видео с друзьями. Скоро будет что-то крутое. Субтитры сделал DimaTorzok